Мы продолжаем эфир и напомню, что сегодня в программе мы уже говорили о том, как не перепутать ядовитые грибы со съедобными. Но если это, к несчастью, все же произошло и опасные грибы оказались на столе и даже были съедены. Уже сейчас, еще в начале лета, можно отправиться, отравиться весенними грибами-строчками. Ведь их часто путают по внешнему виду со сморчками, безвредными после отваривания. Что делать в таком случае? Как действовать при отравлении грибами? Вот как раз на эту важную тему поговорим с нашим гостем в студии Алексей Николаевич Лодягин, руководитель отдела клинической токсикологии и низкорой помощи имени Джини Лидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук. Доброе утро, Алексей Николаевич. Доброе утро, уважаемая Людмила, уважаемый Михаил, уважаемые телезрители. Доброе утро. Мы уже говорили в сегодняшней программе, что в среднем ежегодно несъедобными грибами отравляются около 30 петербуржцев. В этом сезоне уже зафиксированы подобные случаи? К счастью, пока нет, потому что действительно основное количество пациентов, которые к нам поступают, это в сезон сбора урожая грибов. Но тем не менее, уже в этом году поступила пациентка, которая отравилась грибами, которые были заготовлены в прошлом году и хранились у нее в замороженном виде в холодильнике. Ну а кроме того, следует также отметить, что в настоящее время к нам поступает достаточно большое количество пациентов, которые употребляют мухоморы в сушеном виде, покупая их в интернет-магазине. Еще раз хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на то, что нет доказательной базы того, что эти грибы приносят какую-то пользу. Как раз напротив, они оказывают только вред, свидетельством чего является то, что они, как правило, в последующем оказываются у нас на больничной кодеке. Ой-ой-ой, вот так вот я скажу по поводу мухоморов. Что касается вот этой девушки, которая поступила, которая отравилась с замороженными грибами, сразу вопрос, эти грибы успели испортиться во время того, как они были в заморозке, либо это уже были замороженные, не те, скажем так, грибы? Скажем так, со слов пациентки было сказано о том, что она все-таки технологически неправильно обработала эти грибы, поскольку они были условно съедобными и требовали определенной кулинарной обработки. Какие могут быть самые легкие и самые тяжелые последствия отравления? Ну, самые тяжелые – это очевидно летальный исход. Абсолютно верно. Ну, самые легкие, как правило, проявления – это явление гастроэнтерита, которые проявляются в виде тошноты, рвоты, жидкий стул, диарея. Ну, а самые тяжелые – это поражение печени, почек, поражение центральной нервной системы. Ну, и, как правильно вы сказали, вплоть до летального исхода. А вот какие, скажем так, самые первые симптомы отравления именно грибами? И можно ли отравление грибами спутать с другими видами интоксикации? Безусловно, многие из этих симптомов, они не специфичны, то есть могут проявляться и при других видах интоксикации. Но, тем не менее, все-таки основные – это, как я уже сказал, это гастроэнтерстинальный синдром, когда проявляется тошнота, рвота, слабость. Может быть нарушение центральной нервной системы в виде изменения сознания по типу угнетения, либо, наоборот, по типу психомоторного возбуждения. Может быть нарушение свертываемости крови. Ну, в общем… Сколько разнообразных последствий отравления. Как лучше действовать? Сразу вызывать скорую или попытаться оказать какую-то первую помощь? Безусловно, при отравлении грибами, поскольку, как мы уже говорили, встречаются и летальные, и смертельные случаи, безусловно, необходимо сразу же обращаться по 0-3, вызывать скорую медицинскую помощь. Но до прибытия скорой помощи можно оказать помощь себе самостоятельно. Если пациент, пострадавший в сознании, если сохранены рефлексы со стороны гортани, и можно вызвать рвоту, то выпивается… Попытаться промыть желудок самостоятельно. Попытаться промыть желудок ресторанным способом, выпивая по стакану воды и вплоть до чистых вод. А вот смотрите, это я не знаю, миф или нет, я не рекомендую, просто спрашиваю. По поводу раствора марганцовки для промывания и активированного угля. Вот помогут ли эти два средства? Ну, наверное, раствор марганцовки мы не стали бы рекомендовать, потому что в экстренной ситуации можно, так сказать, насыпать больше этой марганцовки, чем вызвать тоже ожог слизистый. Ну, а что касается активированного угля, то, безусловно, но здесь нужно использовать большие количество таблеток активированного угля, от 50 до 100, растолочь, развести в полстакана воды и постепенно его выпить после того, как вы промыли желудок. А, то есть 50 таблеточек нужно иметь дома. Насколько эффективны сейчас методы лечения отравления грибами? Все зависит от экспозиции, то есть от того, когда наступило отравление, от того, какой гриб был употреблен в пищу, ну и от общего состояния организма, есть или нет какие-либо хронические заболевания. Но, в принципе, сегодняшние методы лечения позволяют сохранить все-таки большее число пострадавших. Алексей Николаевич, спасибо вам большое за такие конкретные ответы на вопросы. Алексей Николаевич Ладягин был у нас в гостях, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джинни Лидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Ну, надеюсь, что все внимательно... Спасибо вам. Да, спасибо. Надеюсь, что все внимательно посмотрели это интервью и когда пойдете в лес, сдадите экзамен на собирание правильных грибов на 5. Это спасет вашу жизнь 100%.